Дмитрий Рындин. Мощь твоего меча. Посвящается моему другу Гре Грею, несомненно такому же Киберпанку как и я… Ньсам Ньонна, в отличие от большинства из нас, он жил в Прошлом. Он воин с двумя мечами. Я посвящаю ему это Произведение и желаю, чтобы Он, так же как и Сокол нашел Свой меч в жизни и распоряд Делся им так, как велит ему Его сердце… Год 6504. Планета Земля. Катастрофу не удалось ни предотвратить, ни отсрочить, несмотря на усилия миллионов самоотверженно работающих людей, знавших, если они не успеют, цивилизация землян исчезнет. И они не успели. Скитальцу космоса, гигантскому астероиду, было суждено рухнуть на Землю. Размах катастрофы страшно было даже прогнозировать. 1Ничего нельзя было сделать. 1Можно было только попытаться устранить последствия катастрофы. 5Ученые точно знали, что падение астероида сдвинет Землю с ее орбиты. 5И в этом хаосе она будет двигаться по вытянутому эллипсойду новой орбиты, то приближаясь, то удаляясь от Солнца. 5Выживет ли кто в первые моменты катастрофы, было предсказать невозможно. 0Да даже если и выживет, потом, вдали отсветило, без тепла и энергии, смогут ли люди не деградировать окончательно? 1Лучшие ученые планеты, всех рас, объединили свои усилия по разработке и воплощению в жизнь самого грандиозного, 3самого смелого и отчаянного проекта за всю историю человеческой цивилизации. 0Проекта по возвращению Земли на ее старую орбиту. 2По всей планете строились глубоко под землей громадные пусковые установки, 0целью которых был вывод на околопланетную орбиту серии мощных автономных силовых гравитационных установок, 2способных вместе сдвинуть планету с ее будущей орбиты и вернуть на старую. 2Все работы ввелись в строжайшей секретности от населения. 9Верховный консул Земли успокаивал граждан красивыми словами о подконтрольности ситуации, несмотря на то, 6что любой человек мог поднять голову вверх и увидеть яркую звезду, становящуюся с каждым днем все больше и больше в размерах. 2За месяц до катастрофы, когда на планете был уже полный хаос гражданской войны, 0когда обезумевшие от ужаса люди начали убивать друг друга, проект был завершен. 9Ученые собрались в Центре Управления Проектом и осуществили задуманное. 8На орбиту Земли был выведен самый грандиозный космический флот, не имеющий на борту ни одного человека. 9Это была армада кораблей которые по сигналу, должны были сплесть и невидимое силовое поле, 9которое уничтожило бы большую часть астероида, а лазерные пушки и боеголовки распада раздробили бы остальную… 9Хотя астероидом, эту громадину называли по привычке, ее размеры и плотность надходили бы больше небольшой планете, 9нежели просто глыби камня… 9Потом, уже после катастрофы, осталось бы активировать вторую армаду, скрытую в недрах планеты и вывести ее на орбиту. 9Этот флот и должен был вернуть Землю на старую орбиту. 9Но ученые не предусмотрели один фактор, фактор обезумевшей толпы. 9Толпы граждан ворвались в Центр управления проектом, крушав все на своем пути и обвиняя во всем, яйцеголовых умников. 9В считанные часы Центр был утоплен в крови и превращен в руины. 9Но последний оставшийся в живых человек причастный к проекту, младший программист отдела безопасности, 9окровавленными пальцами отстучал на клавиатуре компьютера приказ всем вспомогательным центрам перейти в автоматический 6режим существования и активировал все системы защиты, направленные на то, чтобы ни одно живое существо не ушло из них и не 8проникло внутрь. 9Запустил в космос орбитальную базу наблюдения с экипажем в 250 человек и защитил силовым полем ядро Центра, 9компьютерный мозг, после чего жизнь покинула его измученное тело… 0XXX 9Год 9733. 9Орбитальная станция, Сайенс, 2. 9- Послушай Джим, я не волшебник, я всего лишь шестьдесят три потомок главного инженера и дай бог, 9чтобы я знал хотя бы одну треть того, что знал он. 9Я сделал все, что мог. 9В меньшее пространство я не могу поместить биотронный мозг, это не в моих силах. 8Я вообще не понимаю как ты хочешь доставить мозг на планету? – сказал молодой человек в сером комбинезоне с эмблемой 9Спейс Сайенс Стэйшен, на левой части груди. 2- А если доставишь, где найдется тот сумасшедший герой, что доставит биотронный мозг и реактор антираспада в ЦУП, 8оставшись при этом живым и невредимым, а не рассеянным на атомы и охранными системами Центра или не погибшей от чудовищной 8радиации, там, внизу? 9- Тебя никто не винит, мы здесь все обладаем дай бог половиной знаний которыми обладали наши предки. 9- Ему ответил немолодой мужчина с проседью в волосах. 5- Мозг мы доставим на планету, будь уверен, я знаю как. 9И те варвары внизу, будь уверен, возьмут его и доствят в Центр управления проектом. 9Больше того им будет этого очень хотеться. 9Даю сто процентов вперед. 9Раввина, скажи Потерсону пусть изготовит у себя в лаборатории все необходимое, для создания сплава берилея, 9квазистали-трии-протонии, нам еще потребется эргопластик. 0Раввина бросила беглый взгляд на Джима, но тот только пожал плечами и отвернулся. 9Тогда она походкой полной изящности и грации вышла из Центра управления станцией… 9XXX, черт тебя подери! 9Я не уверен, что смогу сделать квазипротоновый стержень такой глины. 4Четыре фута с лишним. 0Я не ручаюсь, что при такой чудовищной концентрации энергии и такой незначительной защищающей оболочки, 9не будут происходить ее выбросы, а они будут гибельными для всего живого, это ведь абсолютно чистая энергия. 9- Потерсон, я знаю, что этот проект – идиотство, но лучшей идеи у нас нет. 9У нас появился шанс. 9Впервые за 1200 лет. 9Посмотри лучше что я тебе принес! 9- С этими словами капитан протянул древнюю книгу размерами фут на фу. 9Обложка ее почти разрушилась и страницы выцвели. 0Это наша семейная реликвия, она передается от отца к сыну вот уже три сотни веков. 9Она реставрировалась уже раз наверное сорок. 5Меньше половины страниц все еще состоят, в большинстве своем, из натуральной бумаги, дерева… 9Со вздохом капитан продолжил, 9- Она наверное вообще последняя из древних книг, сделанных из дерева… 9Это энциклопедия древнего оружия, оружия еще до атомной эры. 9По вытрощенным глазам собеседника можно было понять, что он действительно шокирован. 9Капитан осторожно раскрыл книгу на определенной странице и показал на черно-белый рисунок. 9- Это двуручный клинок, меч. 9Его длина от острия до рукояти ровно пять футов. 9Лезвие, обоюдоострое, с желобками для стока крови по всей длине. 5Рукоять с одной стороны венчают пары когтистых лап какой-то хищной птицы, направленные в разные стороны, а с другой стороны, 9драгоценный камень. 9Сама рукоять футовой глины. 9На лезвие нанесены какие-то роны, смысл их канул влюто. 9Капитан немного помолчав, показал следующий рисунок. 9Это был боевой молот. 9Его размеры устрашали. 9Он был также пяти футов в длину. 9На конце глыба камня, размерами фута два дюйма на полфута, с противоположной стороны которой, торчал наконечник, 9подобный наконечнику копья. 9Молот также был покрыт рунами. 9Посмотрев эти два рисунка и помолчав, капитан сказал. 9- В клинок поместишь квазепротоновый стержень реактора антираспада с гиридовым уровнем защиты. 9Вместо камня, установишь четырехмерный наблюдатель пространства. 9В молот, поместишь биотронный мозг. 9И не обременяй меня пожалуйста вопросом,… 9Как? 9Ладно. 9XXX 9Удар, сокрушающий плоть. 9Взрыв боли в уставших мышцах… 9Блеск смертельной стали, отражающий удар рунного посоха… 9Удар кинжалом, режущий плоть. 9Протяжный стон, сквозь стиснутые зубы… 9Взмах короткого меча. 9Удар. 9Крик… 9Стук поверженного тела, падающего на хладный мрамор плит древнего замка, пропитанного злом… 9XXX 9- Сокол, забирай амулет регенерации и уходим отсюда. 9Одноглазый замок начинает рушиться. 9Ты убил колдуна? 9И как я и говорил, замок – плод его грез. 9С его смертью, энергия будет покидать это место, и в конце концов, здесь будут только руины и прах. 9Немедляя, у нас мало времени. 9Одноглазый колдун не обладал той магической мощью, что ему приписывали. 1Он чуть сильнее меня. 1Его творения не вечны. 9Они быстро разрушаются. 9Вот создатель амулета регенерации был великим магом. 9Он умер триста лет назад, а его заклятие до сих пор обладает чудовищной мощью. 8И слава богам, что он поклонялся светлой силе… 4- Ты прав, Отшельник. 9Посмотри, что может нам пригодиться из вещей колдуна, забирай все и уходим. 2Предупреди Ринору и Крушителя Черепов, что мы возвращаемся с победой. 9Пусть готовят лошадей. 9Оншельник, пожилой мужчина лет пятидесяти с небольшим, с веселыми глазами и густой седой бородой, 9был облачен в белый плащ с капюшином, опоясанной веревкой, которая была прикреплена утренняя звезда в защищающем чехле. 9В руке он сжимал обыкновенный, дубовый посох изрезанный рунами. 7За плечи был закинут походный мешок из грубой материи. 9Оншельник поднял обе руки кверху. 9В левой он сжимал свой рунный посох. 9Тихим голосом он начал говорить заклинания. 9- Тиро, дебидуум лана! 1Откуда ни возьмись, взявшийся ветер засвистел в разбитых окнах зала, раскидал свитки с рунами с деревянного стола и растрепал седые 8волосы отшельника. 9Голос креп вместе с порывами ветра. 9- Огра-Валькара! 9Шуратуара-Вар! 9Всполохи призрачного света заплясали по стенам. 9На вытянутой вперед руке отшельника, сгустился зеленый свет приобретая реальную сущность. 1Оформившись в пульсирующий шар, свет несколько померк и смягчился. 9В голосе человека появились нотки приказа. 5- Гони, Огра-Валькара, гони! 3Шар встрепенулся с тихим хлопком вытянувшись в полосу тумана, устремился прочь, в разбитое окно. 9- Я послал им сообщение, сокол! 9Воин, облаченный в кожаные доспехи, стоявший и наблюдавший за колдовством друга, молча кивнул головой. 9Во всей его фигуре чувствовалась первобытная мощь и отвага дикого зверя, но каждый, 9кто заглядывал в его глаза видел в них еще и ум стратега. 5Мужчина наклонился и вытер оба своих коротких меча, которыми, как и многим другим оружием он владел в совершенстве, 8об черную мантию мертвеца, оставляя на ней кровавые пятна. 9Потом, вложив мечи в простые потертые кожаные ножны с потускневшими от времени железными украшениями, 9он снял с плеча военный ранец и держа его в одной руке направился к стеллажам, уставленным всякими предметами. 9Подходя то к одному, то другому странному предмету, он не касался их, боясь магических ловушек, 9а подносил к ним руку сжатую в кулак. 9На среднем пальце тускло светился изумруд в потертой железной оправе без всяких украшений. 9Когда рука приближалась к предмету наделенному магическими свойствами и незащищенному никакой магией, 2изумруд начинал пульсировать призрачным зеленым светом, если же предмет был магический и был защищен ловушкой, 6камень начинал гореть ярким светом, если предмет был обыкновенным, но с ловушкой, 9кольцо начинало легонько сжимать палец. 9Отшельник, тоже не терял даром время. 9Он собрал все свитки которые только были в комнате и направился к мертвому телу одноглазого колдуна. 9Мертвец все еще сжимал рюн и посох, верх которого венчала огненная химера обернувшаяся словно змея вокруг тонкого ствола 9молодого дерева. 9- У-а-а! 9- вздох немого удивления вырвался из губ старого отшельника. 9- Что там? 9- Тут же среагировал Сокол, хватаясь за длинный боевой нож, с лезвием в три пальца мужчины, 9весивший справа у него на поясе. 9- Теперь я понимаю, откуда он черпал энергию для создания тех тварей, с которыми мы бились по всему замку. 9Это не его посох. 9Не он его делал. 8Это посох старше самого владыки. 9В нем столько мощи, что хватило бы, чтобы создать не только этот замок, но и целую армию. 5Орсельник осторожно разжал одеревеневшие пальцы мертвого человека и высвободил посох… 9Что-то зловеще грохнуло и судорога боли скрутило тело мага. 9Он упал на колени, но не выпустил древнего посоха, продолжая сжимать в другой руке свой старый. 9Сокол моментально выхватил свои мечи и занял боевую позицию, спиной к стене, ноги широко расставлены, 9руки крепко сжимают кожу рукояток двух коротких мечей, лезвие смотрят в разные стороны, в глазах настороженность. 9- Что это было, друг? 0- Рюн и посох принял нового хозяина… 9Теперь, пока я обременен своим старым посохом, я беспомощен, как младенец. 9- Так брось его. 4- Ты что, умалешился? 3Рюн и посох это… часть мага. 6В нем его мощь и его слабость. 9Если кто-либо уничтожит рюн и посох маг может погибнуть или долго болеть. 1И не дай бог другому колдуну завладеть при жизни хозяина его посохом. 9Энергия магии будет уходить из такого бедняги, как вода из дырявого кожаного мешка. 1Рюн и посох должен быть освобожден от хозяина и потом им самим уничтожен. 1Маг с двумя посохами не может колдовать. 9Его энергия будет утекать на две стороны и магия не совершится или будет так слаба, что считай ее нет вообще. 9- Ладно. 9Сейчас-то нам ничего не грозит. 9Я уже собрал все интересное. 9Осталось найти, где он прятал свои деньги. 9Они ему уже ни к чему, а нам пригодятся… 1- Мгновенье спустя, с усмешкой, Сокол продолжил. 9- А вот похожи и они. 9Смотри, старина, этот сундучик не охраняем магией, но выглядит, черт возьми, как здоровый каушель. 9Он пахнет золотом. 9- Где? 9- Сокол, вынул из ножен нож и подковырнул им крышку сундучка. 7Витиеватая печать скрепляющая сундучок треснула и крышка свободно откинулась кверху, 0предоставив взору воину прекрасную россыпь золотых монет, времен правления первого императора. 9Отшельнику наконец удалось достигнуть друга и он заглянул ему через плечо на сундучок. 9- Боже… 9Печать зверя! 9Ты сломал печать зверя! 9Бежим! 9- По неистовству в голосе отшельника, сокол понял, что сделал какую-то глупость, но осознание этого, 1однако не помешало ему быстро вытряхнуть все монеты из сундучка в ранец. 9Маг испуганно оглядывая зал, пытался сотворить заклинание. 9- Гала, ту аркана! 7Ин юн висайбу! 9Срывающимся голосом он прокричал соколу, 9- Черт, ч-черт! 5Я бессилен! 9Два посоха! 9Черт! 0И снова слово заклинания, 9- Гала, ту аркана! 1Ин юн висайбу! 9- Спокойный отшельник, мы еще живы и мои мечи со мной! 9Нет такой твари, которую не разрубит славная сталь! 9- Ты не понимаешь! 9Зверь, это душа сумасшедшего, порабощенная колдуном. 9Зверя питает черная энергия злобы этого мира и нам с ним не справиться. 9А я бессилен! 1Я не могу даже сделать нас невидимными! 5Простое заклинание! 9Самое простое! 9Двое мужщин быстро направились к покореженной и расщепленной двери, за которой была длинная спиральная лестница, 2ведущая в подземную часть замка. 9Дойдя до двери, отшельник заглянул в проход и охнув, отшатнулся. 8Сокол отодвинув друга за спину, заглянул в проход. 1Там было темно. 9Факелы, погасшие от ураганного ветра, дувшего из зала, когда одноглазый колдун был убит, теперь даже не чадили. 9В них не было даже искры света. 9Воин скорее почувствовал, нежели увидел, что что-то большое и злое находится на лестнице. 9Наконец-то глаза привыкли к темноте и сокол увидел его. 9Внутри у него все похолодело. 2Там на лестнице, круто уходящей вниз, стояло нечто. 8Во тьме смутно угадывался его силуэт. 9Мощные кривые лапы, с саблевидными когтями. 8Бочкообразное тело. 9Боглящаяся мускулами грудь, трех футов в диаметре. 2Ужасная голова с ужасными клыками и два злобных маленьких красных глаза. 9В которых только сумасшедшая ненависть ко всему живому… 9- Сокол, держи! 9Думай о том, как моментально заживают твои раны! 9- С этими словами отцельник накинул на шею воина, амулет регенерации. 9- Отойди! 9Сейчас здесь будет смерть… 9Зверь страшно зарычал и приготовился к прыжку. 9Эхо его рыка долго не смолкало под сводами зала. 9С этим рыком сокол, вложив в бросок всю свою силу, метнул короткий меч, как копье, в зверя. 9Меч со странным всхлипом вошел в грудь твари почти по самую рукоятку. 9С двух желобков по обе стороны клинка, обогряя потертую кожаную рукоять, хлынула темно-красная кровь. 9Зверь издал жуткий рык и пошатнулся. 9Вопреки здравому смыслу, который говорил, что людям надо бежать, сокол с места прыгнул вперед, 9высоко занося над головой сжатый двумя руками, короткий меч. 9С боевым кличем во славу своего бога Тора, он опустил клинок на правую лапу зверя. 8Раздался хруст и тварь лишенная лапы упала на ступени лестницы. 9Но торжествовать было рано. 9Неизвестно как, но она смогла второй лапой нанести удар по груди воина, а у того, уже не было времени увернуться… 9Кожаные доспехи, защищенные магией и выдерживающие не один удар меча, разъехались под когтями зверя. 9Брызнула алая кровь. 9Со страшным криком, полным удивления и боли, сокол отлетел назад в зал. 9Последнее, что он успел сделать, это пустить три отравленных дротика одновременно, 9из самострела закрепленного на запястье, в голову зверя. 9Сокол упал на спину и застонал. 9Из страшных ран на груди хлестала кровь. 9Смерть казалась была неизбежна… 9- Амулет! 2Думай о ранных сокол, думай! 9Их нет! 9Ты здоров! 9- с этими словами к умирающему воину подбежал отшельник. 9- Я, думаю… 9А… 8Отшельник… 9- Кровь, казалось фонтаном выплеснулась из рта умирающего воина. 9Он с трудом мог говорить и дышать. 9Разорванное легкое клокотало при каждом вздохе, кровью. 9Тело били судороги… 9Но понемногу судороги исчезали, а кровь переставала извергаться потоками из ран, да и сами ужасные раны, казалось стали меньше… 1Человек, по которому надо было петь отходную молитву, пару минут назад, судорожно провел рукой по груди, ища страшные раны, 9но их не было. 9Не было даже шрамов. 9Сокол осторожно сел. 9Правая рука механически нащупала меч. 9Он посмотрел на отшельника, подмигнул ему и закашлялся, отплевываясь оставшимися в горле сгустками крови. 9Прочистив горло, он шатаясь встал со словами, 9- Пошли отсюда к чертовой матери, я сыт по горло этим местом, отшельник! 9- шатаясь побрел к черному зловещему пролому двери. 9Оттуда уже пахло разлагающейся плотью зверя. 9Воин ступил на крошащийся камень ступеней. 2Глаза быстро привыкали к темноте. 9Тело зверя практически совсем разложилось. 0В нем копошились какие-то черви. 9Кругом попискивая шнырялись даровенные крысы, дерясь из-за кусков мяса. 1При приближении человека, они и не подумали ретироваться. 9Ребра зверя ощетинились наружу, подобно деревянному остову Коробля, выброшенного злым штормом на камни. 9Сокол брезгливо поддел ногой ближайшую крысу, та подлетев на добрых два фута в воздух и мерзко заверещав шлепнулась, 9где-то в темноте лестницы. 9Перебравшись через остатки зверя друзья заспешили вниз по лестнице… 0XXX 0- Патерсон, у тебя осталось два дня. 9Меч и молот ты сделал. 0Но у тебя до сих пор не готовы защитные браслеты. 9Без них, варварам ни за что не дойти до цели. 9- Говоривший, все это высказал абсолютно спокойно, как будто это была ежедневная работа, 9такая же как и замена позиускорителя в гравидвигателях. 9- Да иди ты к черту! 9- Патерсон говорил так, что казалось он выплевывает слова, словно снаряды из пушки. 8- Когда ты, сказал что нужно запихать в клинок квазипротоновый стержень и реактор антираспада с гиридовым уровнем защиты, 4в рукоять, четырехмерный наблюдатель пространства, а в молот, биотронный мозг, я это сделал. 9Даже когда ты заставил нанести на них руны с точностью до милитрона, я молчал и сделал это точкой н и теперь. 9Это уж слишком. 5Как, черти тебя забери, я запихну в эти железные браслеты, все с теми же хреновыми рунами, биоконтролера? 9Это ж целый костюм. 7Как, я тебя спрашиваю? 9- Выкинь из него половину электроники. 2Оставь самое важное. 1Усилители физической силы, убыстрители реакций, инфраидаль зрения. 9- Усилители чего? 1Они занимают полкостюма. 9Ты хочешь чтобы одев их, какой-нибудь варвар превратился в кровавый блин? 9Улыбаясь капитан ответил. 1- Мы их испробуем сначала на тебе… 9- И не лапся. 2Где я возьму эту электронику? 0Наша станция разваливается на части. 8И мы уже три десятка поколений грабим гравеустановки, благо именно шпигован космос вокруг нас, 0иначе мы давно бы уже грохнулись на голову твоим любимым варварам. 9- Ладно, не ругайся старина. 0Ты что-нибудь обязательно придумаешь. 0Ты же у нас гений, по части электроники. 0- Ладно, ладно, подхалим чертов… 9Капитан похлопав друга по плечу, улыбаясь вышел из отсека. 9Перед тем, как закрыть дверь, он обернулся и как бы невзначай обронил… 9И постарайся уложиться в два дня,- и закрыл дверь. 9Из-за двери донеслись проклятья… 1- Черт, черт, черт! 0XXX 9Рейнара, стояла на вершине холма, держа за холку прекрасного жеребца, который бил копытами землю. 9Девушка-эльф, время от времени успокаивающе гладила его по шее. 9Взгляд ее кошачьих глаз был устремлен на одноглазый замок. 7Замок рушивался. 9От башен отваливались гигантские куски камня и падали вниз в ров с лавой, поднимая тучи огненных брызг. 0Друзья все еще не появлялись и это ее беспокоило. 9Джером, крушитель черепов, сидел на склоне и жевал травинку. 7Рядом с ним лежал его боевой молот. 9Камень уже кое-где потрескался и выглядел старым.Боевому молоту был не один десяток лет. 9Изредка воин поглядывал вверх на Рейнару и вздыхал. 9Девушка была прекрасна. 7Она носила изящные сапоги эльфийской работы, сделанные из темной кожи. 7Стройные ноги и великолепную попку облегали голубые штаны со шнуровкой по бокам. 6Широкий ремень охватывал талию. 9Спереди на ремне была широкая металлическая пряжка, на которой искусный мастер выгравировал атакующего льва. 5К ремню с одной стороны был прикреплен эльфийский кинжал в инкрустированных золотом ножнах, 8а с другой стороны смертоносная катана в таких же, украшенных драгоценностями ножнах. 9Стан облегала мелкая и чистая кольчуга.Холмики небольших грудей, прикрывали две металлических пластинки, 9выполненные в форме чашечек. 9Плечи покрывал зеленый плащ с бриллиантовой застежкой, а голову венчал остроконечный шлем. 9На шее висел хрустальный медальен, в железной потускневшей от времени оправе. 7Цепочка была выкована из такого же железа. 9Волосы девушки, не видные под накрывающим их плащем были собраны в… конский хвост. 9По меркам людей она была в самом рассвете сил.е можно было дать от силы двадцать два года. 9И ее точенные черты лица и фигуры слепляли глаза воинов и зажигали желание. 9По эльфийским меркам, она была очень юной, девочкой, почти что ребенком. 9Ей не исполнилось и ста лет. 9Джером еще раз вздохнув, провел точильным камнем по ножу. 9Не имело смысла и дали точить его, он и так был сверхострым из-за наложенной на него магии, 9но мужчина все равно по привычке продолжал это делать. 9Его одолевало плохое предчувствие, что с его друзьями что-то случилось, но он молчал. 9Джером знал, замок рушится, значит сокол и арцельник убили колдуна, да и магический вестник удачи, Огра Валькара, 9указывал на это же. 9Главное, чтобы они успели оттуда смыться… 9Воин еще раз бросил затуманенно тревожными мыслями взгляд на Рейнару и вздохнул. 0Девушка-эльф была горда, как весь лесной народ. 9Не было речи о том, чтобы она смогла полюбить такого человека, как он. 9Она могла питать к нему лишь добрые чувства, самые добрые и не более. 9Она любила искренне и чувственно только сокола. 6Лишь он смог зажечь в ее юном сердце то пламенное чувство, которое все народы именуют любовью. 9И сокол, к тому же, был не человеком. 3Он был полуэльфом. 8Незаконорожденным сыном человека эльфийской девушки. 9У него были человеческие глаза, но эльфийские и заостренные кверху уши, эльфийское пружинище и настороженная походка и 4конечно же реакция и сила человека. 9Тела сложений он унаследовал также от своих человеческих предков.Все эльфы хрупкого склада, 9но благодаря своей реакции и навыкам приобретенным из-за жизни в лесу они в бою не уступают человеку. 9Несомненно, хоть на полуэльфов и бросали косые взгляды и частенько награждали эпитетом, 9 «Бастард», они вобрали в себя все самое лучшее от двух народов и были самыми лучшими воинами и магами, 7среди всех народов населяющих этот мир. 9К тому же сокол был молод. 9Ему исполнилось всего лишь сто двадцать лет. 9Он не прожил в отличие от Джерома и пятой части своей жизни. 0Крушителю черепов было уже за сорок пять… 9- Hе? – возглас полный удивления и предостережения сорвался с губ Рейнары. 9Джером быстро встал, поднял свой боевой молот и оглянулся на воительницу. 9Она настороженно смотрела вдаль. 9На горизонте появилось облако пыли, поднятое несомненно конными воинами. 9Две едва различимые пока точки маячили впереди. 9Не нужно было иметь большого ума, чтобы понять, кого преследовали коники. 9Джером поднялся на холм и гортранным криком подозвал к себе коней. 9Напряженно всматриваясь вдаль он пытался разглядеть преследователей. 2Неспеша он закрепил молоту седла своего вороного жеребца и делал на руки кожаные перчатки с нашитыми на них металлическими 5пластинами. 9Затем вынул из чехла секиру, закрепил на левую руку круглый металлический щит с прикрепленными на него кусками кольчуги, 5по краям щита были приделаны кривые отточенные куски металла. 9На голову он одел рогатый шлем, местами носивший следы неоднократных ударов мечей и топоров. 9Древний шлем, принадлежавший некогда его отцу, теперь почти полностью закрыл лицо воина. 9Также неспеша Джером запрыгнул в седло и негромко сказал обращаясь к Рейнаре, поехали, встретим их… 9Девушка уже сидела на своей лошади. 5Поперек луки седла лежал длинный эльфийский лук. 9Издав боевой клич, больше похожий на рык, Джером, ударил ногами бока своего скакуна. 8И они понеслись навстречу соколу и отшельнику. 8Когда Джером, наконец смог разглядеть преследователей из его уст вырвался крик удивления. 8- Древние боги! 9Это ж кентавры! 1Рейна разжав бока своей лошади покрепче ногами, взяла лук и стала методично, с чудовищной меткостью, посылать стрелы в кентавров. 9Черные стрелы способные пробивать лад английских рыцарей, без труда входили в плоть. 9Кентавры с предсмертными криками кувырком падали на землю. 6Задние ряды преследователей натыкаясь на мертвых товарищей, спотыкались и валились в пыль, 6внося сумятицу в общий порядок. 1Впереди, на полосе призрачного черного тумана, летели сокол-отшельник. 0Отшельник ничком лежал на магическом ковре и не двигался. 9Сокол стоял на одном колене держа наготове метательные ножи и пытался что-то кричать приближающимся друзьям. 9Ветер относил его слова в сторону и понять их было невозможно. 9Джером предвкушая битву с превосходящим почти втрое противником улыбался. 9Он с некоторых пор перестал дорожить своей жизнью. 9У него осталась только одна цель в этой жизни – уничтожить темного лорда, двадцать лет назад, убившего его жену и сына. 9Но она была недостижима. 9Древняя цитадель, связующая этот мир с миром хаоса была неприступна, а за ее стенами была армия тьмы, солдатом которой, 9счета нет… 9Крушитель Черепов подняв своего скакуна на дыбы, нанес первый страшный удар секирой по ближайшему кентавру, 9разрубив грудь того почти до позвоночника. 2Второй на всей скорости, наскочил на выставленный в сторону щит. 9Отрезанный оточными кривыми полосами металла, голова отлетела далеко в сторону. 0Обезглавленный кентавр проскакав два десятка футов, рухнул, как подкошенный. 9Из обрубка шеи фонтанами била кровь. 9Рейнара наносила ним не сокрушающие удары своей катаной. 9Ее конь то и дело вставая на дыбы, бил копытами приближающихся врагов. 9Он хрипел и ржал. 9Он не впервые был в смертельном бою и не единожды спасал жизнь своей хозяйки… 9Сокол соскочал на всей скорости с магического ковра. 9Не удержавшись на ногах он кувырком полетел в низкорослую, пожухлую, серую траву, от которой пахло железом. 9Скакавший мимо кентавр, победоносно вскрикнув нанес удар коротким копьем. 9Магия защищающая кожаные доспехи давно исчезла и металл грубокованного наконечника без труда их пробил. 9Острее разрывая плоть насквозь пробило плечо и вышло с другой стороны. 9Сокол вскрикнул и крутанувшись успел рубануть мечом по задним ногам кентавра. 9Тот упал на землю и забрабил ногами пытаясь встать. 9Пол-эльф высоко занеся короткий меч сжимаемый левой рукой, отрубил врагу голову. 9Схватив окровавленное древко он пытался его вытащить. 9Боль ударила хлыстом по телу. 1В глазах потемнело. 9Задеживо сикоза нося над головой кривой меч возвышался следующий враг. 9Сокол успел почувствовать опасность и отшатнулся в сторону. 9Меч разрубив металл на плечника вошел вплоть. 9Сокол вскрикнул и чудом успел увернуться от удара железной лапы кошки, нацеленной вторым подоспевшим кентавром, 1ему в голову. 9Упав на колени он со всей силы воткнул клинок в брюхо врагу. 9Тот взвился на дыбы и упал на спину, вырывая меч из рук воина. 8Выхватив длинный боевой нож он с разворота метнул его в горло второму кентавру, уже заносящему оружие для следующего удара. 9Враг захлебываясь кровью, выронил лапу кошки, хватаясь за рукоять ножа, пробившего насквозь шею. 5Плэльф подхватил выпавшее оружие и обернулся к следующей тройце, до которой уже оставалось менее двадцати футов. 9Воин попытался, насколько это было возможно в его положении занять боевую позицию. 9Подзаливал ему глаза. 9Пробитое плечо отдавало тяжестью во всем теле. 9Мышцу правой ноги, от напряжения, скрутила судорога. 9Из-за этого сокол стоял скособочись на правую сторону. 9По руке к ногам текла ручейком смерти кровь. 5О амулете регенерации плоти он не думал, мешали враги и непрекращающаяся боль в плече… 9Рейнара отрубив руку у плеча последнему врагу, даже не стала его добивать, а кинула взглядом поле битвы. 9Джером бился с тремя кентаврами с трудом успевая отражать выпаду их кривых мечей. 9Оцельник лежал ничком в траве и не двигался. 9Сокола нигде не было видно. 9Девушка побледнела. 9Неужели он пал в этом бою? 9Но тут же она увидела его, припавшего на одно колено, без шлема, с развевающимися на ветру белыми волосами, 1в разорванных в клочья и залитых кровью кожаных доспехах, прижимающего к груди неповинующуюся окровавленную правую руку, 6сжимая в левое оружие кентавров, железную лапу кошки и тщетно силившегося подняться в полный рост. 9В плече, пробив его насквозь, торчало короткое копье, полутора футов длины. 9К нему Гекая и размахивая мечами неслись галупом три кентавра. 9Ужас когтями сжал сердце девушки. 8Выронив Катану, она двумя руками сжала хрустальный амулет висящий у нее на груди и срывающимся на крик голосом произнесла 9слово заклинания. 9- Опус Мариар! 9И вскинув руку вперед зажмурилась. 9Грохнул гром, вспыхнуло голубое пламя и вихрь огня смерчем пронесся между эльфийкой и кентаврами, 9оставляя за собой черный пепел выжженной земли. 9Три фигуры врагов, которых девушка ненавидела в этот момент больше всего на свете, 8объяло жуткое неестественное голубое пламя, пожирающее плоть без малейшего звука. 9Кентавры жутко крича, взвивались на дыбы сопротивляясь смерти… 9Меньше минуты потребовалось колдовскому огню, чтобы без остатка сожрать плоть обреченных. 9Сокол увидев смерть своих врагов обессильно упал лицом вниз, выронив оружие. 9Рейнара пришпорив коня, поспешила к нему… 9Джером, крушитель черепов, стоял осунувшись, опираясь на рукоять секиры. 9Левой рукой он зажимал рваную рану в боку. 9Разорванные кольчуга и кожаные штаны уже пропитались кровью. 9Морщась, он попытался распутать застрявшие в кольцах когти железные лапы кошки. 9Ему это удалось и он с отвращением откинул ее прочь. 9Подобрав помятый щит, он медленно побрел в сторону отшельника… 9Над степью, высоко в сером небе, кружили какие-то хищные птицы. 5Выжидая, когда уйдут люди, предвкушая славное пиршество… 9XXX 9Огонь весело затрещал на сухих ветках, которые подбросил вагонь жиром. 9Рейна рассидела рядом и куталась в грубое одеяло. 9Ночь была как никогда холодной. 0Звезд почти не было видно в тусклом свете гаснущего ночного солнца. 9Сокол спал, набираясь сил. 4Старый арцельник уже почти двенадцать часов пропадал, где-то в лесу. 9Подготовливое место и заклинание для уничтожения своего старого посоха. 9Джером неторопливо водил точильным камнем по кривым, ножам, своего щита, заостряя их. 9Этот щит лет пять назад подарил ему в знак братства правитель самого могущественного из всех горных кланов, клана горных ветров. 9Рядом сидел старец, сагбенный годами и тяготами, потягивая из кружки чай и блаженно жмурясь. 9Он попросился на ночь к костру и представился друзьям как человек без имени. 8Спокойную тишину ночи прервал его тихий, слегка наотреснутый старческий голос. 9- Страшные времена пошли, дети мои, – старик глубоко и печально вздохнул, – я один из служителей храма Паулис-Сола, 9как вы поняли по моим голубым одеждам… 3Старик надолго замолчал, как будто ожидая вопроса. 9- А что же вы делаете в этих проклятых людьми и эльфами землях, да еще так далеко от храма? – спросила нарушая наступившую 7тишину Рейнара. 5- Ух-х-х-х… 9У меня миссия, деточка… 3Я вижу вы люди цивилизованные, вам я расскажу все. 4Слушайте. 1- Выдержав паузу и отхлебнув дымящегося душистого чая старик продолжил, – я в пути уже неделю и должен я отыскать один 8вольный отряд и передать ему волю величайшего мага из всех когда-либо существовавших на этой земле. 9Мощь этого мага огромна и он не причисляет себя ни к одной из сторон силы. 9Он не добро, не зло и не равновесие. 1Он выше времени и намного безжалостней. 7Слухи о его появлении достигли нас недели две назад. 4Он появился в зараженных землях и огнем и мечем проложил себе путь к цивилизованным землям. 1Мы сперва перепугались и перепугались не на шутку. 1Он шел по радиоактивным землям, как по зеленым холмам, уничтожая банды мутантов, 0постоянно делающие набеги на наши рубежи.границы охраняют лучшие воины двух народов, дворовые люди. 9Последнее время мы с трудом удерживали рубежи… 9Этот маг уничтожил две самые крупные банды, общей численностью где-то, особей тысяч в полторы. 1. 0Джрам удивленно присвистнул и отложил в сторону щит и точильный камень. 0- Дедушка, но это ведь невозможно. 9Ни у одного человека не хватит ментальной энергии, чтобы уничтожить даже сто человек. 0- Рейнара озабоченно нахмурила брови. 0Старик лишь прихлебнул чая из кружки и сделав вид, что его и не перебивали, продолжил. 0- Он прошел сквозь патрули дворвов никого не тронув и направился к нашей святыне, святыне всех цивилизованных народов, 9к храму с древним саркофагом капитана Пауля Соло… 9Мы решили выяснить, что ему нужно и если он идет со злом, остановить его. 9Мы обратились к совету высших консулов и они послали троих лучших боевых магов… 9Ришелец сказал, что он идет издалека и несет магические дары, великое звездное оружие древних. 9Он сказал, что не причинит вреда цивилизованным народам. 5Его цель возложить дары к саркофагу великого капитана. 9Двое магов ему не поверили… 9Третий согласился сопроводить его в храм, потребовав заручиться честью мага, что храму не будет причинен вред. 9Двое других магов атаковали пришельца и применили все свое могущество, чтобы уничтожить его… 9И не смогли пробить даже его защиты. 9Он подождал, когда они выдохнутся, а потом, обозвав их глупцами, оставил умирать… 9Старик вздохнул, покряхтел усаживаясь получше, отхлебнул еще чаю и продолжил. 9- В храме, он возложил к саркофагу свои дары, и они были поистине царскими. 0Чудной, бесценной, ручной работой, оружие. 5И такие же великолепные стальные браслеты. 9Все было сделано из странного небесно-голубого металла, который не известен ни одному кузнецу… 9На дары он наложил сильнейшее заклятие. 9Дотронувшись до чеголиба наши братья получали несмертельный болевой шок и не могли двигаться несколько часов… 9Странник, как сам себя он назвал, сказал, что только определенный человек может взять определенное ему судьбу оружие и что мы 9служители храма должны найти этих людей. 3Он сказал, что это будет вольный отряд, ищущий удачи в проклятых землях… 9- Мы спросили, как мы найдем их? 9После минутной паузы, продолжил старец, – они убили одноглазого колдуна, уничтожили и ограбили его замок! – с улыбкой ответил 7Странник, мы сперва не поверили ему, убить одного из колдунов Черного Круга. 9И кто? 9Какие-то рейнджеры! 9Солдаты удачи! 1Рейнара при последних словах служителя храма медленно повернула к нему лицо с округлившимися от удивления глазами. 9Джрам же, попросту вскочил, влетев одной ногой в костер. 9Дико, смачно выругавшись, сплюнул и уперев руки в бока он сказал с чувством глубокого удовлетворения 9- Этого проклятого колдуна, грохнули мы и не дали чем вчера. 9XXX 1- Именем капитана Соло. 9Пропустите этих людей. 9Они избрана Одином! 1- Старец облаченный в голубые одежды служителя храма, гордо прошел через массивные каменные двери цитадели. 9Гигантское, массивное, все из черного камня строение, устрашало своим величием. 9Цитадель капитана Паули Соло была построена людьми так давно, что самые старые дворвы не помнили этого. 9Ее строили на закате старой цивилизации, в тяжелое время после ужаса катаклизма. 9Строили люди, используя легендарную технику древних, от которой сейчас остались только воспоминания. 9Цитадель капитана, стояла на границе зараженных радиацией земель, где уже тогда зарождалась зло. 9Оно медленно ворочалось в своей колыбели, подрастая и набирая сил. 9Первые банды мутантов, вооруженные остатками огнестрельного и лазерного оружия, 9начинали пересекать границу зараженного пространства и увлекомой клокотавшей в них злобой, ко всему, 9что отличалось хоть сколько-нибудь от них, начали поголовное уничтожение выживших, разрозненных, обессиленных, 9голодных и безоружных, людей. 9Начался второй катаклизм. 9Земля захлебнулась кровью своих сыновей… 9И когда в сердце не осталось надежды, только щемящая боль и все поглощающий ужас перед неизбежным, 8вернулся на Землю звездолет-сопровождение, который был послан с кораблями переселенцев Тето-Проксимы. 9Переселенцам так и не удалось достигнуть нового дома. 9На выходе из гиперпространства транспорты попали в метеоритный поток, 5утелел только один звездолет из всего каравана. 9Команда во главе со своим капитаном, Паулем Соло, решила вернуться на Землю и нашла там хаос ада. 9Жизнь после смерти. 5Горстки людей выживших после катастрофы, вели отчаянную борьбу с ордами мутантов пришедших из Центра радиоактивных земель. 9Капитан Соло объявил свою войну мутантам… 9За долгий год изнуряющей войны, капитан свершил чудо, ему удалось сплотить разрозненные группы выживших людей в одно поселение и 8возвести вокруг него неприступные бастионы. 9Этот первый город на израненном лике планеты назвали… Аргород. 9Наступило время непродолжительного мира и спокойствия. 9На западе, юге и востоке копилось зло. 9Росла новая орда, численностью превышающая все допустимое воображению. 2Зарождалась новая армия тьмы… 9И грянул Армагеддон. 9И страшна была та битва, господа, в лице смертного и дьявола, в лице самого сатаны. 9Новое поколение мутантов, было поистине порождением Мелимбо. 9Гигантские огры верхом на мутантах некогда величественных животных, слонах, а ныне жутких уродах, закованных в чешуючатку, 4браня. 9Тысячи урков и гоблинов, порождение ехидны. 9И тщедушные с виду варлоки, первое поколение мутантов-людей, наделенных сверхэкстрасенсорными возможностями. 9Капитан Соло к тому времени укрепил бастионы Аргорода, направленными излучателями плазмы, снятыми со звездолета. 9Три уцелевших геологических зонда, постоянно патрулировали окрестности города… 5И все же к началу новой битвы люди не были готовы… 9Ранним весенним утром, к стенам Аргорода подошла дико вижащая, вопящая и размахивающая оружие морда, 6числом превышающая сорок тысяч. 9На стены бастиона вышло чуть больше десяти тысяч защитников, включая женщин и детей. 9Люди были вооружены грубо выкованным оружием, морщины вспомнили эру меча и лука… 9И грянула битва. 9И длилась она весь день, ночь и следующая полдня… 9И пал Аргород… 1Оставшиеся в живых пол ста защитников города спаслись бегством на космошлюпке. 8В их числе был смертельно ранен и капитан Соло. 9Беглецы выгнав отчаяние из своих сердец направились в сторону новых гор… 9Солдаты армии тьмы недолго праздновали победу и глумились над телами павших в бой защитников Аргорода… 9Спустя какой-то час после бегства людей, техник спрятавшийся на корабле, находившемся в центре разрушенного города, 9взял защиту с варб двигателя звездолета и отключил систему криоохлаждения. 9Прошел в рубку управления и отдал системам старт и команду на взлет. 9Потоки смертоносной энергии разрушили систему охлаждения и креодген 55 вырвался на свободу. 9Войдя в контакт с воздухом он получил толчок к распаду и новое солнце зажглось над городом Аргород и не заходило оно долгих 6 6часов, уничтожая все живое на многие сотни миль вокруг… 9Так бесславно погибла вторая орда мутантов. 9А люди благополучно добравшись до новых гор, неожиданно встретили там новых союзников, общину карликов. 9Те были ворчливы да нельзя, но миролюбивы и сразу приняли беглецов как равных, предложив им кров и еду. 9Карлики были очень трудолюбивы, но цикл их жизни был всего лишь полтора-два месяца. 9За это время они взрослели, создавали семью, старели и умирали. 0На всем в этом мире сказывалась радиация… 1Оставшиеся техники сняли с космошлюпки биобакс и положили туда мертвое тело капитана Паули Соло… 9Спустя два века, дворвы, как окрестили люди расу карликов, возвели на равнение крепость храм в которую было отнесено тело 9капитана. 1Спустя еще три века, они возвели на крепости величественный монумент, фигуру капитана Паули Соло в полный рост. 9Взгляд его был устремлен на зараженной земли. 9В одной руке он сжимал меч, а в другой плазменный дизинтегратор. 1Фигура возвышалась так высоко над землей, что ее было видно за многие сотни миль вокруг. 9Крепость назвали… храм капитана Паули Соло. 1Долгие столетия ни один мутант не отваживался выползти из зараженных земель, 2устрашенный величественным видом гигантской фигуры защитника. 9Прошло время, много времени. 9Изменился ли к земле. 9Изменились люди. 9Дварвы пройдя нелегкий путь эволюции, окончили свой цикл мутаций, адаптировавшись к постоянному фону радиации. 6Они стали мудрее. 9Цикл их жизни увеличился до шестисот, семисот лет. 9Память предков передавалась генами из поколения в поколение. 9Дварвы помнили ужас и последствия катастрофы, как будто она была вчера. 9В лесах родилась новая раса людей, великолепных охотников, следопытов и магов. 9Имя им было, эльфы. 9Жили они практически так же долго, как и двварвы, но не обладали памятью предков. 9Зато у них обострился слух, обоняние зрения. 9Люди жившие на равнинах, также приспособились к губительному радиационному фону, 9но практически не претерпели биологических изменений, разве что стали значительно выносливее своих предков. 9Что происходило в зараженных землях не знал никто… 9Все менялось, не менялась только цитадель капитана Паули Соло. 9Она все так же грозно возвышалась над равнинами материка. 9Громадные ворота, сделанные из цельного пласта металла, похожего на черный обсидиан, секрет которого не помнили даже два 9рвы, не претерпел коррозии времени. 9Порог величественного храма переступила команда героев. 9Четыре отчаянных рейнджера, двое мужчин, женщина и старик. 9Они не знали, что их ждет впереди. 9Они привыкли рисковать жизнью, размеренный шаг которой, их не устраивал. 9Мускулистые дворвы, седые как время, закованные в древней кольчуге, помятые бесчисленными ударами оружия врагов, 9стояли у внутренних дверей храма, сжимая в натруженных годами руках, тяжелые каменные боевые молоты. 9Головы их венчали крылатые кованые из металла шлемы, символ элитных воинов. 9Они были угрюмые сорвы, полны в готовности положить жизнь за святыню трех рас, биобокс с телом капитана Пауля Соло… 9При приближении людей они встали плечом к плечу и в один голос, тяжелым, полным величия голосом сказали, 9друг или враг, приступил врата древней цитадели славного капитана. 9С добром в сердце, да пройдешь ты дальше. 9С черным злом, приобщишься к праху врагов его. 9Два рвы сказали это в один голос. 9Казалось, что говорил один человек, так сложены были их слова, гулким эхом, отдавшиеся в сводах цитадели. 9С последними звуками эха, они указали руками в стороны. 9Тому стен, белели рассыпавшиеся практически в прах скелеты и кости умерших мутантов. 9На некоторых были остатки примитивных доспехов. 9В пыли валялось грубо сделанное ржавое оружие. 9Служитель храма, старец, назвавшийся человеком без имени, величественно промолвил 9- Нет в зловых сердцах, а стражи храма. 9Я привел чемпионов, избранных странником, пришедшим с зараженных земель. 9Им дано услышать слова правды и если они достойны, взять оружие древних. 9- Путь свободен, друзья. 9Очистите свое сердце для истины. 9- С последними словами два рвы расступились, наступив на две плиты в полу. 9Со скрипом двери медленно раскрылись и герои вошли в громадный зал по стенам которого, 9между колонн стояли молчаливые стражи, подобные каменным изваяниям. 9В конце громадного зала стоял биобокс с телом капитана. 9У его подножия лежало оружие, охваченное странным, призрачным голубым сиянием. 9Друзья медленно подошли к оружию. 9Трое служителей в голубых одеяниях вышли вперед из тени. 9- Кто эти люди, брат? 9- Чемпионы, избранные странником. 9Им суждено услышать истину и взять оружие древних… 9- Пусть они подойдут ближе. 9Друзья медленно прошли вперед. 8Наступило молчание. 9Все напряженно чего-то ждали. 9Когда сокол уже было собрался нарушить тишину, что-то неуловимое изменилось вокруг. 9Кристалл в рукоятке двуручного меча, полыхнул огнем. 9На биобоксе, что-то пискнуло. 9Лицо мертвого капитана подернулось какой-то дымкой. 9И, глаза Пауля Сола открылись. 9С мертвых губ сорвался вздох… 3Служители вздрогнули. 9Человек без имени побледнел, а по рядам дворвов прокатился вздох удивления, полный страха. 9Громкий величественный голос, разрушил тишину зала, эхом разбивая каждодневное спокойствие храма. 9- Я капитан Пауль Сола. 9Сквозь бездну веков, обращаюсь к вам, чемпионы. 9На западе, юге и севере, копится великое зло. 9Новая орда мутантов растет. 1Не будет числа этой армии. 1Более двухсот тысяч особей собираются тайною рубежей древней Цитадели на западе. 9Армия лорда Тьмы, сохраняющего до сих пор нейтральную сторону Силы, не выстоит против их ярости и дня… 9Дальше… цивилизованные земли. 9Падут города и крепости, рухнут Цитадели, превратятся в пыль бастионы. 9Ни эльфы, ни дворвы, ни люди не выстоят этой ордии… 9Убейте надежду в своем сердце… 9Пусть встанет в ваших глазах видение смерти ваших сыновей и бесчестий жены дочерей. 9Новые легионы варлоков убивают мгновенно и необратимо, оставляя в черепных коробках дымащиеся руины. 9Новые угры достигают двадцати футов в высоту и не ведают страха… 2Их варлорд, Кайрорд, обладает чудовищной силой и выносливостью. 9Никто из цивилизованного мира не может тягаться с ним… 9Но… 9Все может обратиться в легенду о еще одной словной победе Альянса трех рас, которую будут петь барды у тронов владык… 9Голос капитана смолк на некоторое мгновенье, чтобы с новой силой обрушиться на людей Эдварвов, 9затаивших дыхание под сводами храма. 9- Вы! 9Чемпионы, избранные древними богами! 9Только вы… сможете остановить варлорда Кайрорда и предотвратить опустошение наших городов. 9Другие обречены на смерть. 9Если вы храбры сердцем и стойки духом, начинайте ваш поход. 9Сейчас! 9У ваших ног великое оружие созданное древними специально для вас. 9Двуручный меч и боевой молот. 9Вы сами почувствуете, что выбрать. 9Только вы можете владеть им. 9Вы должны уничтожить варлорда и достигнуть Эвилданжон, древнего комплекса, полного опасностей и ловушек, 9находящегося глубоко в зараженных землях… 9Только вы… 9Только… 9Вы… 9- С каждым последующим словом голос капитана становился все тише и неразборчивее, – за вашими спинами, три королевства. 0Все смотрят на вас… 9Именно вас… 9Дворвы… 9Эльфы… 9Люди… 9Эхо последних слов еще долго не смолкало в сводах храма. 9Казалось на героев напал ступор. 9Все стояли, опустив головы и ждали… 0Десятки глаз дворвов и людей с надеждой смотрели на четверых избранных капитаном. 9Никто не мог и допустить мысли о сомнении в правдивости слов Пауля Соло… 9Первым очнулся Джором. 1Медленно приблизившись к оружию, он на секунду задумался, а потом осторожно взял боевой молот, испещренный древними руинами… 9Сокол подошел к браслетам и взяв их, защелкнул у себя на запястьях. 9Потом опустился на одно колено и бережно взял двуручный меч с непривычно широким лезвием. 9Такой дивной работы клинка, он еще никогда не видел. 9Поцеловав клинок воин встал и сделал несколько пробных взмахов и выпадов. 1Клинок был отлично сбалансирован и казалось вообще ничего не весел. 5Встав во весь рост сокол сжал длинную рукоять двумя руками поднял перед собой и громко произнес клятву воина в верности 7своему народу, 4- Пусть сей клинок и запьет кровь врагов наших! 8С последними словами он вскинул и развел в стороны руки высоко над головой и издал гортранный клич 2- А-а-а-а-а-а-а! 6- Эхо подхватило и разметало его по залу храма… 7- X-X-X 9- Кай-ай-рорт! 9Кай-ай-рорт! 9Кай-ай-рорт! 0- Многотысячная армия, вставшая лагерем в старом кратере, скандировала имя своего варлорда, как боевой клич. 9Кругом стоял невообразимый гвал, стук мечей о щиты, крики разгоряченных воинов, визко-ехидный хохот гоблинов, 9громоподобное рычание огров, рев боевых животных. 4Все это перекрывал рев ста тысяч глоток, выкрикивающих одно лишь имя, Кай-ай-рорт! 9Воины тьмы жаждали действий и крови своих врагов. 9Сам варлорд, закованный в причудливую, выкованную одним из величайших кузнецов этого мира, голубую броню, 9восседал верхом на гигантском сабле зубом Тираннозавре Рикс. 9Секрет изготовления металла и доспехов, умер вместе с кузнецом под ногами боевых слонов… 9Тираннозавр Ликс нервничал, постоянно разивая ужасную пасть и издавая жуткие гортанные рыки. 2Кай-ай-рорт привстал в седле троне и вскинул вверх руку в железной перчатке. 2Второй, он придерживал, лежащую поперек его ног, секиру, почти четырех футов размером. 9Воины увидев сигнал своего вожака, почти тут же смолкли. 9Перестали рычать даже животные. 9Ка медленно снял с головы рогатый шлем, скрывавший все его лицо. 9Воины опустились на одно колено, нечасто им выпадала честь увидеть лицо своего господина. 1С высоты пятнадцати футов на мир воззрелось лицо маска, неподвижное словно лик мертвеца и такое же бледное. 9Левая половина головы варлорда была когда-то изуродована огнем, впрочем и правая была не лучше, 5пепельно-серого цвета кожа, граничила с нереальностью, казалось что череп обтянут тонким металлом. 9На мир Кай-ай-рорт смотрел тремя глазами. 0Два из которых, были подернуты по волокой и казалось ничего не видят. 0Третью был кристаллическим образованием и горел зеленым тусклым светом. 9Никто не знал, даже приближенные к варлорду варлоки, какую функцию он выполнял. 9Волосы на голове были двух цветов, с одной, не изуродованной стороны, они были густыми и черными, как смоль, а с другой, 1редкими и бледно-белыми, как у трупа. 9Кай-ай-рорт улыбнулся своим воинам, если его лицу вообще можно было приписать возможность улыбаться. 3Скорее подошло бы, как нельзя кстати, выражение, осклабился. 0Ближайшие воины поленицы испуганно сутулились, закрывая руками головы. 9Они не боялись ничего и никого, кроме гнева своего владыки. 7Кай заговорил. 1Варлоки стоявшие сзади, поспешно сплетая руками заклинания, ветер подхватил и унес прочь невнятные фразы древнего языка магии. 9Голос варлорда усиленный колдунами, теперь оглушал, проникая в саму сущность каждого воина его армии. 9- Солдаты! 9Пришел наш час. 9К нам идут с севера и юга две армии, числом в сто тысяч. 9Одну ведет командир той, а вторую – прокаженная ведьма. 9Меньше чем через пятьдесят дней, мы объединимся с ними и выступим в славный поход. 9Мы разрушим стронгнолд капитана Пауля Соло и утопим в крови его защитников. 9Мир будет моим. 1Вы получите все золото из женщин. 9Никто не сможет противостоять нам. 0- Последние слова варлорда утонули в радостном вое его армии. 9Непроглядная тьма сгущалась над цивилизованными землями… 9XXX 0- Джером, тебе не кажется, что все труднее и труднее пробираться к рубежу зараженных земель? 9Ты только посмотри сколько вокруг мелких банд мутантов и это после того, как Странник, по словам Вечного Дозора, 1уничтожил две крупнейшие банды нелюдей, числом в полторы тысячи. 0- Сокол ехавший верхом на своем коне, выглядел, как никогда мрачно. 8- Такое ощущение, что они рождаются, где-то здесь, за границей радиационного загрязнения… 0- Рейнара разделяла точку взгляда своего возлюбленного. 9- Да вы оба правы… 0- Джером, хмурым взглядом осматривавший дорогу, тискал могучей дланью свой подбородок, – но где, черт возьми, 8это может происходить? 0Наши дозоры клянутся, что мимо них не проскочил ни один мутант и тем не менее их вокруг уже сотни. 8Никто из трех народов не отдает себе отчета в том, что третья орда начала свою войну. 9Войну на изматывание противника, глубоко в тылу. 9Они хотят подорвать наш дух, нашу уверенность в своих силах. 9Потом, когда это случится, придет тьма с трех сторон и пыль дороги перед вратами волны лома никогда не осядет, 9поднятая тысячами ног мертвых героев, сынов Одина. 5- Ты рисуешь взор у страшной картины, крушитель черепов? 0- задумчиво сказала Рейнара. 9- Отшельник! 9- Имя своего друга Сокол выкрикнул так, что взрогнули и схватились за оружие и все… 9Отшельник, а что если мутанты переносятся сюда с помощью магии? 9Реально ли это? 9- Не кричи… 0- Старый маг оторвался от изучения магических свитков Одноглазого Колдуна и обратил свой взор на воина, – это возможно, 9но потребует мощь легиона Варлоков… 1Постой, постой! 9Да, черт возьми! 9Я понял, что ты имеешь в виду. 1При таком уровне магии, которую будет поддерживать энергия из сотен колдунов, фон Эфории Пространства, 1можно будет засечь, на многие мили вокруг. 1Пространство там будет стареть и умирать с чудовищной скоростью. 9Энергия для заклятия будет высасываться из всего мало-мальски живого. 9- Ты можешь засечь этот фон? 9- Рейнара озабоченно смотрела на Отшельника. 9- Да, я думаю. 1Но это потребует от меня затраты всех моих сил. 1- Это все хорошо, но где по вашему мнению может быть это место? 1Оно должно быть тайным, не так ли? 1А я не знаю в Округе особо тайных мест. 9Местные наверняка увидели бы что-то странное и рассказали бы Дозору. 9- С усмешкой в голосе сказал Джером. 9- А ты, что думаешь, что после обнаружения такого места у любого из местных жителей был шанс идти оттуда живым? 0Я уверен, бренные кости свидетелей лежат все еще там, где они узрели правду… 0- x x x 0Патрулю входа в шахту удалось убрать практически без шума. 9Два гоблина вооруженные кривыми саблями, не почувствовали приближения странника. 9А он в свою очередь быстро учился. 9Учился быстро убивать. 0Для него это было новое ремесло. 0Но он убивал мутантов не задумываясь, для него это не была та жизнь, которой он призван был служить. 9Это были ужасные, уродливые создания, пытающиеся разрушить и уподобить себе остатки больного мира, 0некогда бывшего великой процветающей общиной миллиардов людей. 9Странник поплотнее запахнул свой черный плащ, надвинул на глаза капюшон и осторожно начал спускаться по каменным 2ступеням внутрь давно заброшенных дворвами железных рудников. 9Внутри было темно и сыро. 9Камень стен был покрыт тошнотворным зеленым мхом, с которого капала вонючая слизь. 9От окружающего омерзения кидала в дрожь. 9Под ногами копошилось какое-то мерзко пищащее и повизгивающее дерьмо. 9Что там было, невозможно было различить. 9Это был один сплошной живой ковер. 1Странник делая каждый очередной шаг, кривился от омерзения. 9Из-под его ног, обутых в космодисонские ботинки, окованные сверху пластистолью, шел тихий хруст, 9крашающихся в пыль хитиновых панцирей, каких-то мелких исчадий, ада. 9Скал-сканеры, непрерывно исследовавшие запутанные коридоры ходов шахты, показывали постоянный биовон, идущий отовсюду. 9На следующий пост, расположенный на перекрестке пяти ходов, странник вышел неожиданно для себя. 9Врагов было четверо. 1Это были скайвены. 9Полу-люди, полу-птицы. 9Самые беспощадные из всех встреченных им ранее мутантов. 9Этим тварям было наплевать на жизнь особей даже своего рода. 9Обмотанные, словно египетские мумии, рванными кусками старой материи, поверх которой были нацеплены куски всевозможных 9доспехов, рваные кольчужные полосы, стальные нагрудники, медные наплечники и просто куски металла, 3скайвены представляли из себя грозных противников. 9Вооружены они были двумя короткими чуть кривыми мечами. 9Другого оружия они не признавали. 9Мечами же, они владели мастерски. 9На обмотанном грязными трапками лице, если голову птицы можно так назвать, горели животные ненавистью два глаза, 9словно пара налитых кровью рубинов. 9Один из врагов растянувшись на каменном полу, спал. 7Вокруг и по нему, копошился живой ковер повизгивающий живности. 9Ему по всей видимости на это было наплевать. 9Двое других, по всей видимости, это были особи противоположного пола, шумно сопя, занимались любовью, 9привалившись к стене. 4Четвертый стоял напротив них и наблюдая за ними рвал клювом, сырое мясо, со здоровенной кости. 9Он был старше всех и значит представлял наибольшую опасность. 9Время успело украсить в белый цвет шерти вокруг его клюва. 9Время от времени он гортанным и каркающим голосом, что-то говорил. 9По интонации можно было понять, что он дает советы любовникам… 9С тихим хлопком, странник активировал систему защиты. 9Его тело окутало призрачное голубое сияние. 9Тихий мелодичный голос, прозвучавший в небольших наушниках, 9уведомил что система защиты активирована и действует в пол силы. 9- Система без защиты активирована. 9Уровень плотности поля средний. 0Энергия поля истечет через два квантум-периода. 9С неприятным шорохом вышел из ножен длинный легкий узкий клинок, сделанный из прочной квазистали. 9Быстро шагнув в полумрак перекрестка, странник без предупреждения нанес прямой удар в грудь старому Скайвену. 9По лезвию заструился поток искристого пламени и стальной нагрудник расплавившись пропустил сталь к незащищенному телу. 7Пронзенный насквозь мутант захрипел, из клюва выплеснулся поток крови. 9Выронив мясо, он схватился руками за лезвие меча и тут же поплатился за это, кисти вспыхнули как сухое дерево, 8оставив через секунду на коленке сцепленные костяшки пальцев. 9Меч легко вышел из широкой дыры в груди. 9Пахло сгоревшей плотью и горячим металлом. 9Второй Скайвен, оказалось, всего лишь дремал на полу. 4Быстро вскачив на ноги, он выхватил два своих коротких меча. 9Нанесенный ему удар был ударом мастера. 9Он был рассчитан на то, чтобы сломать меч противника. 9Два клинка обрушились на меч странника. 1Удар был страшен. 9Два смертоносных лезвия неслись на пришельца, нарушившего покой рудников, крест-накрест. 9Левый меч шел от правого плеча, а правый от левого. 9Странник выставил вперед руку, перпендикулярно в упаду сжимающей оружие. 9Все тот же искристый огонь полыхнул в момент соприкосновения клинков. 9Оружие Скайвена разлетелось в разные стороны, а правильные формы расплавленными кусками металла. 9Левая рука пришельца, снизу вверх, метнулась к голове противника и сжала мертвой хваткой клюв. 9Послышался хруст ломающейся кости. 9Обезоруженный мутант вытаращив глаза, повис на поднятой вверх руке и забился в предсмертных судорогах. 9Странник отшвырнул его прочь на пару возлюбленных. 9Но ему уже не удалось застать их врасплох. 9Воин легко увернулся от летящего на него трупа. 1Встав в боевую стойку, он выставил вперед свои мечи, почти под углом в девяносто градусов к телу, сказал, 9коверкай язык людей 9- Умрия, человеек, умрия. 1Я дам твой черей-е-п, своим детям… 9Договорить он не успел. 9Молниеносным ударом наискось снизу вверх, странник разрубил тело получеловека. 9Полуптицы надвое. 9Немешкой он развернулся к последнему врагу. 9Это была очень молодая скайвенка. 9Клюв ее еще был бледно-белого цвета, это означало, что она еще не перешла порог зрелости. 9От человека ее отличали, неразвитые крылья за спиной, птичья голова и птичьи ноги ниже колен и мелкая шерсть на спине и 9боках тела. 9В остальном у нее было очень красивое тело молоденькой девушки. 9Она была полностью обнажена, часто и прерывисто дышала. 9Бугарки маленьких грудей с черными пуговками сосков вздымались и опускались в такт дыханию. 9Тонкая талия с мьютерной ямочкой пупка и треугольник черных волос внизу. 9Все как у обыкновенной женщины. 9Странник заколебался. 9Она почувствовала это и упав на колени, сквозь плач сказала 9- Не убивай и и. 9Я не мучал твоих дете ей. 9Оста а-а-а-в мне жизнь. 9Странник, пожав плечами, вложил клинок в ножну и развернувшись пошел по одному из плохо освещенных тоннелей. 2Вдруг за спиной раздался какой-то странный звук и крик полный ненависти и злобы 9- Умри я, человелька! 9Не успев еще смолкнуть фраза переросла в ужасный предсмертный вопль. 9- Система биозащиты активировала полный уровень поля. 9Попытка проникновения извне. 9Странник медленно обернулся назад. 9На полу перед ним лежало обугленное, почерневшее тело юной мутантки. 9В руке она все еще сжимала кривой нож… 9Пожав еще раз плечами, странный человек поплотнее запахнул свой длинный черный плащ и зашагал дальше. 9XXX 9- Какого дьявола здесь происходит? 9- Голос Джерома говорил о том, что воин не просто раздражен, а он попросту вне себя от ярости. 9- Тело Скайвенов еще не успели остыть. 9- Сокол же, напротив, был абсолютно спокоен, – мы идет прямо по следам какого-то воина. 9Причем очень беспощадно к врагам и мастерски управляющегося с тем оружием, которым он вооружен. 9Рейнара осматривая ближайшее к ней мертвое тело Скайвена, задумчиво сказала, 5- Многое я дала бы за то, чтобы увидеть оружие, которое делает такие дыры в теле и так плавят доспехи. 9- Может это магия? 9- Спросил ни к кому не обращаясь Сокол. 9- Нет. 8Совершенно точно. 9Это что-то другое… 9- Этому вообще сломали шею и раздробили пол черепа… 9И судя по всему просто сжавшие рукой. 9- Джером брезгливо пнул мертвое тело ногой, – удавить как котенка Скайвена. 9Даже если я кому-нибудь расскажу об этом мне никто не поверит… 9А второй? 9Боже… 0Какую силу удара нужно иметь, чтобы разрубить тело надвое, когда оно облачено в доспехе? 9- Посмотрите лучше сюда! 6- Тихо сказала Ельфийка. 9Друзья подошли к ней и склонились над еще одним мертвым телом. 9Это была абсолютно голая Скайвенка. 1Одной руки у нее, можно сказать не было вовсе, вместо нее чернела обугленная кость с остатками плоти. 9Кисть сжимала кривой нож. 9Лица у мутантки не было. 9Черное пятно сгоревшей плоти, вытекшие глаза, остатки клюва. 9Все остальное тело практически не пострадало… 1Джером задумчиво дотронулся до еще теплого тела. 1Кончики его пальцев прошлись по бугоркам грудей, чуть сдержались на пуговках сосков. 1Пожав плечами и неразборчиво ругнувшись он встал и отошел к стене. 9Привалившись к ней спиной он задумчиво стал теребить пальцем острый кончик своего меча. 1- Магия? 9- Спросил Сокол, вставая в полный рост и небрежно стряхивая пыль с колен своих штанов. 9- Нет… 4Что-то другое… 9Я боюсь, Сокол… 9- Не бойся любимая, я ведь с тобой. 4Что бы это ни было, ему не выстоять против нас. 9- Воин ободряюще улыбнулся девушке и махнув рукой по направлению к проходу, зашагал дальше. 1Джером, скептически ухмыльнувшись, тихо сказал, ну-ну. 8Не выстоять, значит. 9Спустя минуту друзья уже пробирались дальше по темному коридору, вперед к неизвестным опасностям. 9XXX 9- Вы, мерзкие твари. 9Дерьмо ходячие. 9Вы не сделаете этого. 9Уберите от меня этот вонючий котел. 9Маленькая фигурка человечка в порванном нижнем белье, с всклоченной бородой, извивалась, 6подвешенная за ноги над кипящим котлом и дико ругалась, проклиная весь белый свет. 9Судя по всему у дворва, а это был именно один из представителей этого маленького ворчливого народца, начиналась истерика. 9- Что вы делаете? 1Вы не можете меня туда засунуть. 9Эй ты, внук козла, не трожь мой топор. 0Ложи, где взял. 9Это топор моего деда. 9Не смей выковыривать из него изумруды. 9Ты, испражнение летучей больной мыши. 9Да, да, я тебе говорю, урод чертов. 9- Прекратив на секунду свои вопли, Дварф отдышавшись, набрал в легкие побольше воздуха и заорал еще громче, 9- Нет, вы вообще, я не понимаю и отдаете себе отчет в том, что вы делаете, я спрашиваю? 1Зачем вы меня туда опускаете? 9Вы меня чего жрать собрались? 9Нет, это нельзя вообще. 9Это как так? 9Меня, дворва Клан-от-Грома, Григория Непобедимого и жрать? 9Вы что, больные тут все вообще? 9Последние слова несчастного дворва потонули в дружном гуготе нескольких десятков глоток скайвенов. 9Они веселились. 9Такого удовольствия они не получали давно. 1Может это и спасало жизнь дворву. 9Не будь он таким занудой, его давно бы сварили, как кусок мяса. 9- Чего вы ржете, дети осла и коровы? 9Что тут смешного? 9Меня нельзя есть. 9Я старый, противный и абсолютно невкусный. 9Вы знаете какое черствое и невкусное мясо у старых дворвов? 9Его и от костей-то не отдерешь. 9Меня нельзя варить. 5Я жить хочу. 1И в конце концов, это просто бесчеловечно. 9Негуманно, в конце концов. 7Ух… 1Вдруг, совершенно неожиданно через весь зал промелькнула слепящая вспышка света и тут же грянул страшный взрыв. 9С воды залы затряслись, вниз посыпалась каменная пыль и крошка. 9- Огэ… 9Мать моя женщина, – на мгновенье, разбушевавшийся дворв, потерял дар речи. 9Взрывы следовали один за другим. 9Кругом был огонь и крики. 7Кричала казалась сама смерть. 9Уже сохвативший дворва и всех тех, кто был под сводами зала, невозможно передать словами простого смертного. 0От и потолка откалывались глыбы камня размерами с дом и с грохотом погребали под собой скайвинов. 0Расплавленный камень стен, стекал ручей каме лавы вниз в образовавшиеся в полу трещины, ведущие, казалось к центру земли. 0Кое-как Григорию все-таки удалось разглядеть виновника происходящего. 9Это был странный человек, с головы до ног облаченный в темный плащ, глаза незнакомца скрывал капюшон, 9надвинутый ниже бровей и затемняющее все лицо. 5Человек несомненно был магом. 8И похожий одним из двенадцати владык мира. 8Только они обладали подобной мощью. 9Его охватывало призрачное сияние, по которому время от времени проскакивали всполохи белых молний. 9В руках маг сжимал странный металлический брус, с конца которого срывались слепящие глаза молнии. 9Наконец-то маг перестал, колдовать, свою магию и металлический брус в его руках перестал изрыгать пламя и смерть. 8Скайвены больше не кричали… 9В наступившей тишине было слышно только потрескивание раскаленных камней, да кое-где раздавались невнятные стоны умирающих. 9Маг тряхнул плечами и сияния вокруг его тела исчезла.Он на какую-то секунду распахнул свой плащ и спрятал под ним свое 9оружие. 9Постояв еще какое-то время и окинув последний раз гигантский зал, заваленный каменными глыбами, 9он развернулся и пошел назад ко входу в тоннель, из которого он появился. 9Григорий попытался крикнуть, позвать мага, сказать ему, что он жив и висит здесь, 9но вместо крика из пересохшего горла вырвался лишь сдавленный хрип. 9Маг уходил, не подозревая существования бедного дворва. 9Вдруг совершенно неожиданно, укрепившую тишину, разорвал полной ярости гортанный крик. 0Из-за груды камней к магу метнулась фигура в окровавленных доспехах, занося для смертельного удара руку с кривым ножом. 1- Умри-е-е-е, человек! 2Дварф так и не успел крикнуть, предупредить мага. 9Сердце его сжалось, в преддверии крика. 9Смертельно раненный Скайвен нанес удар, своим кривым зазубренным ножом, в плечо мага. 1Ткань плащанина мгновенья не задержала силы удара. 9Нож вошел глубоко в тело. 1Его острый конец вышел спереди из груди. 9Крик полный испуга и боли снова нарушил тишину зала. 9Только на сей раз кричал человек. 1Повисший на человеке Скайвен страшными рывками, вырывал свой нож из плеча жертвы. 9Издав нечеловеческий, звериный рык, маг встряхнул плечами и сбросил с себя врага. 9Одним движением он вырвал окровавленный нож у себя из плеча и одним шагом оказался около мутанта. 9Взяв его за плечо, он поднял его высоко над каменным полом и сказал, сейчас, ты умрешь, животное. 9И было в этих словах столько холодного ужаса, что у Григория, слышавшего их, сжалось все внутри от страха. 9С последними словами, маг размахнувшись нанес на отмашь левой рукой удар по шее Скайвена. 9Человек не мог нанести такого страшного удара. 9Тело мутанта попросту развалилось на две части. 9Маг откинул в сторону остатки жертвы и держась за изуродованное плечо здоровой рукой, шатаясь, 9быстро скрылся в умраке тоннеля. 0XXX 0МММ… 0Сари. 9АМ ВЕРКИН КАНЗИС. 0XXX 0Массивные стены Порта Рояля возвышались над равниной грозно и могущественно, 9подчеркивая своим видом людскую непобедимую волю и ярость к врагам. 9Монолит стен был древен как время. 0Оно и ветер, дующий с севера, избороздили его многочисленными трещинами. 8Во многих местах были видны пробойны и брюши заложенные свежим камнем. 9Порт Рояль выдерживал не единожденатиск Орды и банд мутантов. 0Грозовые облака сгущались. 0Приближалась буря. 9Горизонт просматривался на многие мили вперед, несмотря на непогоду. 9И то, что видели многочисленные взоры мужчин и женщин собравшихся на стенах, вселила в их сердце ярость. 9Желваки на скулах мужчин ходили ходуном, ноздры гневно раздувались, руки тискали рукояти мечей. 9Женщины беспокойно переминались с ноги на ногу и еще крепче сжимали длинные эльфийские луки. 9Внизу во дворе бурлила работа. 9В двух кузнецах не смолкал молот. 9Кузнецы без отдыха ковали зазубренные наконечники стрел. 9Дети прямо тут же выстрогивали древки и одевали на них наконечники, прилаживали оперения. 9Старики жгли уголь в земляных юмах и наливали в кожаные мешки смолу и черную кровь земли. 9Глубоко под землей в катакомбах Порта Рояль Маги делали последнее приготовление для отражения атаки Орды. 9Вирджи Драгон Став готовил свое тело и волю для воссоединения с великой магической энергией Черного Лотоса. 9После его принятия, пути назад ему уже не было. 9Гинная структура человеческого тела за часа менялась так, что организм становился похож на серебристую воду, 9лиющуюся вниз из кожаного мешка. 9Сама, я человека менялась… 9Все ждали неминуемого и все были готовы к этому. 0Все ждали атаки Орды… 9XXX 9Командир Туэ стоял опираясь на рукоять Клаймора и смотрел на стены порта. 9Он ждал. 9У его ног была его могучая армия. 9Армия насчитывающая пятьдесят тысяч воинов. 9Самое большее и грозное, с которой только приходилось сталкиваться цивилизованным народом. 9Той в последний раз обвел ленивым и равнодушным взглядом свои войска и не менее ленивым жестом руки отдал своим 9командирам сигнал к последним приготовлениям перед началом шторма порта Рояль. 9Из-за его спины возникла полуобнаженная фигура прекрасной девушки. 9Она грациозно по-кошачьи обвела руками мускулистый торс Той и лизнула маленьким раздвоенным на конце язычком его мочку 9у ухо. 9Воин блаженно зажмурился… 9XXX 7Командиру Той быстро подошел варлок, полностью закутанный в темный плащ с капюшоном. 8Хриплым голосом он заговорил. 9- Командир Той, вам будет приятно слышать, что мои боевые варлоки в последний раз просканировали центральную башню на предмет 8пустоты ловушек. 9И они докладывают, что все чисто. 9Башни, сплошной каменный монолит. 9Кроме двойных деревянных ворот укрепленных металлическими полосами, вход в порт Рояль ничем не защищен. 9Тот сброд, что осмелился бросить вам вызов, не представит для вас никакого интереса. 9Это отшипенцы общества. 0Изгои и преступники. 2От них отказались и поставили их в незаконных же братья. 9Они не устоят первой же атаки. 3Той смерил презрительным взглядом варлока и ответил, 9- Если бы колдун, в тебе было бы умо столько же сколько и магической силы, ты бы никогда этого не сказал. 8Эти изгои уже один раз удивили нас, отказавшись присоединиться к Орде. 9Головы нащих послов одеты на копья и возвышаются над их стенами. 9Эти изгои и бандиты настолько смелы и отчаянны, что бросили вызов пятьдесят тысячной армии, хотя их самих вовсе, 0дай бог вместе со скрюченными старухами да детьми наберется тысяч пять, из которых две, воины. 9Они колдун, бойцы. 9Честолюбивые, смелые и отчаянные бойцы. 9Если бы хотя бы треть моего войска обладала одним из этих качеств, я был бы спокоен. 9Нет колдун, они не преступники, они решили избрать путь героев, а не предателей. 9За это я их уважаю. 9У меня есть свой кодекс… 9Я их всех просто убью. 9И никто не посмеет глумиться над их телами. 9Спустя несколько мгновений, командир Той, бросил через плечо, 0- Грул, давай команду для начала атаки. 1Первыми пойдут Огры. 8И объясни этим тупым ублюдкам, что их цель не сношаться среди ромашек перед воротами, а выломать их. 9Выполняй. 9XXX 9Огры. 9Идут Огры. 9Они начали штурм. 9Все на стены. 9Все ожидали этого, но тем не менее когда одноглазый, крикнул рукавые слова, все на короткой мгновенье замерли, 9а потом смирившись в душе с мыслью что это уже началось, устремились на стены. 9Боевые Огры, а их было около сотни, впопривалку, подпрыгивая бежали к стенам и воротам крепости. 9Святой Каин стоял на стене вместе со всеми, облаченный в митхриловые кольчужные доспехи и сжимал в руках утреннюю звезду 9устрошающих размеров. 9Он отдал одну короткую команду, которую по цепочке воины передали всем 1- Готовьте арбалеты и луки, братья! 6Сейчас мой будет упражняться в стрельбе по движущимся мишеням… 9- Точно Святой Отец! 2- Метьтесь, как я вас учил, в глаза. 0В этих тупых жирных телах, практически отсутствует нервная система. 9Боль их не остановит. 9Вам нужно поразить их микроскопический мозг, если он у них вообще есть. 9Не тратьте стрелы без уверенности, что поразите Огра. 9У нас мало железа. 8Кузнецы уже используют домашнюю утварь. 9Маги вечно не смогут теснить врага, в конце концов они выдохгаться… 9И тогда… 6Тогда останемся только мы… 0Когда до ворот оставалось менее шестьдесят футов, воздух взрогнул и взорвался с тоном сотни спущенных титив. 9Град стрел обрушился сверху на Огоров. 9И сразу же больше половины из них крутанувшись на месте рухнули в пожухлую траву. 9Второй залп и оставшийся пятьдесят футов земли не пересек ни один из мутантов… 9- Вот так их гадов, с жирной мордой в грязь! 9- восхитился молодой лучник, стоявший справа от Святого Каина. 9Не все так просто, брат. 9Это были смертники. 9Их послали, чтобы они собой проверили, чего мы стоим. 9Если я не ошибаюсь, сейчас последует магическая атака и наши маги специально не станут отражать ее… 9Со стороны врага полыхнула молния и кроваво-красный шар раскаленного камня полетел в сторону стен. 9- У-у-у-у-у…